Всем привет, друзья! Запутанная ситуация. Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, задержанного может грозить вплоть до пожизненного. Сам он был губернатором с 28 сентября 2018 года. Я же следил за ним, детально изучал, потому что, как минимум, игра цифр. Я родился 28 сентября. Вы знаете, Сергей Фургал, как я понял, это человек, вполне возможно, это из народа. То есть были люди, которые его поддерживали. Говорят, победил не на первых выборах, сразу был губернатор Хабаровского края от партии «Единая Россия». То есть это такая лидирующая правящая структура в России, а он сам от ЛДПР, где председатель Владимир Вольфович Жириновский. Вы знаете, действительно, Сергею Фургалу вменяют то, что примерно в 2004-2005 годах у него были некие такие мутки-крутки, так сказать, с предпринимателями, да, которые пропали. Притом два человека, третий тоже были там некие с ним сложности. Первое, его, конечно, могли подставить для того, чтобы занять место губернатора Хабаровского края, который находится, напомню, если кто не знает, так визуально, правая часть России, то есть ближе туда, к Сахалину. Ну, еще одна версия, конечно, что губернатор Хабаровского края действительно мог быть причастен ко всем вот этим вот событиям, да, знаете, я просто удивлен, и это, ну, просто нет слов, да, то, что произошло. То есть как так губернатор, и он мог заниматься вот такими делами, да, чтобы потом не стало этих предпринимателей, они исчезли. И, знаете, это, у меня нет слов, нет слов. Давайте попробуем изучить, кто же такой вообще Сергей Фургал, да, то есть как он попал в политику. Ему 50 лет, и, собственно, указано, что в 92-м году он окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело, работал врачом-терапевтом, врачом-неврологом. Знаете, вот как раз вот этот факт, что он-то был врачом и в том числе терапевтом, также неврологом, говорит о том, что он должен быть вменяемым, да, он должен быть спокойным, ненервным. И откуда тогда у врача вот такие амбиции, да, вот такое отношение к предпринимателям? Ну, вы знаете, здесь, конечно, возникает вопрос, потому что если он врач, если он окончил институт, если он работал врачом, то, конечно, есть предположение, что есть какое-то сомнение. Сомнение, неужели он мог это все сделать? В 2000 году он был генеральным директором Алькума, торговля лесоматериалами, затем генеральный директор МИФ Хабаровск. И к середине пятого года Сергей Фургал, генеральный директор МИФ Хабаровск, сбор лома черных металлов, также член ЛДПР, был координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР с пятого по одиннадцатые года. Да, очень удивительная новость. Что будет? Вы знаете, тут сейчас мы Ефремова обсуждали, а оказывается, бывают еще более грандиозные, да, вот такие вот запутанные дела. Председатель Хабаровского края. Вот говорят, что Путин может отстранить, ну, с недоверием, что, ну, как так. Хотя, видите, он выиграл выборы, 70% поговаривают, что они вполне-то могли быть и честными, и Сергей Фургал мог кому-то мешать. А с другой стороны, если есть доказательства, и если реально это все было, то человек точно должен получить по заслугам. Кстати, напишите, быть может, вы из Хабаровского края, как относились к Сергею Фургалу? Что это за человек? Может, больше информации знаете про этого чиновника? Напишите в комментарии под видео, можете также его оценить и подписаться на канал, потому что и дальше будет что вместе обсудить. Спасибо. Спасибо.